Теремок ТВ Научу вас путешествовать Вода, привет! А что ты читаешь такое грустное? Привет, дети! Красную книгу Здесь написано про исчезающих животных Да, это очень грустно Так, дети, хватит грустить Нужно срочно найти животных, пока они совсем не исчезли Начнем мы со снежного барса Так, Алтай Горы Лес Снег Мы на месте, начинаем копать Бода, что ты ищешь под снегом? Барса, конечно Он же снежный, значит под снегом живет Бода, барсы живут в пещерах и ущельях, высоко в горах А зачем вы меня тогда копать заставляете? Ищем ущелье в пещерах Вот, пещеры в которых, в которых, в которых, снежного барса тоже не видно Спрятался, видать Сейчас я его выманю А как ты его выманешь? Окей, сделаем для барса приманку Бода, барс хищник, он ест мясо, а не морковку Эх, разбаловались вы у меня И снег вам не пещера, и морковка не мясо Всего, сами ищите барса, а я в спячку залягу Бода, проснись, снежный барс нашелся Вот еще, развелось этих снежных барсов Пошпать не дают О, снежный барс, нашелся Хе-хе, и ничего-то он не исчезает Все неправда Воды, исчезающие животные, это те, которых осталось совсем мало Во всем мире снежных барсов всего несколько тысяч Во многих странах барсы находятся под охраной государства Для барсов делают специальные заповедники Ученые изучают барсов и ищут способы сохранить этот вид Морфики, не повредите снежного барса Его всего несколько тысяч осталось И вообще, домой пора Эх, ладно Оставлю тебе фотоловушку Будешь морфиком фотографии слать Во, видите, фотография пришла Итак, дети, теперь вы поняли, зачем Нужны заповедники и как важно беречь природу Да, Бода, поняли Хм, сейчас проверю Смотрите, что из этого делать нельзя Нельзя оставлять за собой мусор И вредить деревьям А фотографировать можно Ха-ха, ой, это еще что? Морфики сажают деревья, чтобы помочь природе Отлично, морфы Вот насажаем себе лес с горами и снегом Тогда и у нас снежные барсы завидуются Ха-ха-ха-ха-ха-ха Великий Новгород Привет, Бода! Куда мы поедем сегодня? В Афины? В Рим! Надоели старые города Мы поедем в новый, современный город В Великий Новгород Ха-ха-ха-ха! Бода, Новгород самый старый город России Ему больше чем 1150 лет Какой там старый? Дома еще не достроены Сейчас Бода вам покажет, как настраивать дома Бода, это же самый старый район Новгорода, Рюриково городище Здесь началась история российского государства Как это началось? Здесь жили разные славянские народы, они постоянно ссорились Чтобы навести порядок, в 862 году они решили позвать себе правителей из другой страны, князей Первого князя звали Рюрик Отсюда и название Рюрикова городище Ну и где ваш Рюрик с князьями? Ушел, конечно Кто захочет править в доме без крыши? Ладно, сейчас построим и снова позовем Бода, это же исторический памятник Памятник? Надо же, а похож на дом с башенкой Ладно, пойдем дальше Виталий! Это новгородский детинец Тысячу лет назад здесь жили князья и простые люди Крепостные стены защищали их от врагов А церковь называется София Новгородская Детинец, это я понимаю А кто стены красить будет? Тысячу лет с некрашенными стенами жить нельзя Года, в детинце музей, а стены такими и должны быть А! Музей! Все, дети, памятник посмотрели, по музею походили, теперь домой А как же фрески? Так и быть, куплю вам на рынке пучок свежих фресок Фрески – это настенные росписи Вот фреска Феофана Грека Ну что такое? Еще и фреска у них не дорисована Ай, давайте я дорисую Буду, нет! Росписи немного стерлись, но дорисовывать их не нужно Это же исторический памятник Вот что я вам скажу, дети Новгород – очень старый город Поэтому многие памятники здесь сохранились не полностью Но можно их дорисовывать В воображении Ну-ка, ну-ка, дети Что думаете, каким был древний Новгород? Так, это современный город Этот похож на старый французский городок Этот на китайский Вот, древний Новгород мог выглядеть вот так Так-так-так-так-так-так, ага Вот, что ты строишь? Строю новый город Надо же князьям новгородским где-то жить Раз их детеницы в музей превратили Но князей больше нет Россией теперь руководят президент и правительство В моем городе хоть президент, хоть князья, хоть королева Любой жить захочет Озеро Эльтон Лодка Палатка Удочка Привет, Бода Привет, дети Сегодня мы едем на озеро Эльтон Вроде все собрал Эльтон – необычное озеро Точно Фотоаппарат забыл Все необычное нужно фотографировать Ого-го-го-го Сколько снега Пока добирались, зима наступила О, да это не снег Так, морфики Ставьте палатку, а я чай сделаю Вот, дети Учитесь Так, нужно проводить отдых у озера Кто насыпал соли в мой чай? Бода, твой чай никто не солью Ты взял воду из озера А в озере Эльтон вода соленая Вот придумали Это в море вода соленая А в озере пресная Ну-ка Соленая Кто насыпал соли в мое озеро? Бода, это просто такое соленое место Здесь везде соль На берегу у места песка На дне соленая корка Раньше здесь соль добывали Эх, ладно Чай попили Теперь на лодке прокатимся Эх 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 Бода, ты не плывешь, а скачешь Думаете, легко плыть по такой твердой воде? Это не вода твердая, а озеро мелкое Летом оно от 7 до 15 сантиметров глубиной Эх Это значит, легко будет рыбу ловить? Бода, рыба в Эльтоне не водится А что же там еще-то водится? Птица, что ли? Хе-хе Я теперь соленый, как огурец И глаза щиплет Надо помочь, Бода Но что из этого ему поможет? Солнечные очки, бинт или обычная вода? Обычная вода, она смоет соль Бода, после соленой воды нужно помыться пресной Тогда и глаза щипать перестанет Какое-то ненастоящее у вас озеро Чай соленый, рыбы нет Купаться щипет Как красиво, смотри, Бода Озеро гладкое, как зеркало И вода кажется розовой из-за водорослей Ладно, давайте фотоаппарат Хе-хе, ух ты Ха-ха-ха Так необычно аж красиво Щелк Эй, вы что грязь развели? Всю красоту испортили Морфики принимают грязевые ванны Здешняя грязь лечебная Ой, что-то я приболел Пора лечиться Хе-хе-хе 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 Не, на удочку здесь много не поймаешь Зато на фотоаппарат Я же вам говорил, Эльтон необычное озеро А вы чуть фотоаппарат не забыли Вулканы Камчатки Бода, зачем ты в холодильник залез? Здорово я от вас спрятался Хе-хе-хе Правда? Ой, вы же совсем замерзли Да, поэтому сейчас поедем греться Куда? В Африку? Нет, в долину драконов Вот дети, это долина драконов Ух ты, вулканы Бода, мы на Камчатке Смотрите, драконья нора Нет, это кратер вулкана Какой такой кратер? Какой такой вулкан? Вулкан – это гора, из которой извергается лава А вот это кратер Да вот же, смотрите, кожа дракона Мы на драконе Нет же, это лава Во время извержения она жидкая и очень горячая А потом она застывает в разных странных формах Хе-хе-хе Ну вы фантазеры Смотрите лучше, что дракон натворил Сжег лес и вертолет сбил хвостом Нет, это вулкан выбрасывает пепел И он мешает летать самолетом и вертолетом А о том, что вертолеты драконам летать мешают Вы подумали? Драконам нужен уют Чтобы яйца высиживать Хе-хе Бода, это не яйцо дракона, а вулканическая бомба Видишь, из вулкана вылетают камки лавы Они вращаются И из-за этого становятся круглыми Ну вот, всех драконов своими бомбами распугали Кто нас согреет теперь? Бода, а разве вам еще холодно? Да какое там холодно? Жара вон какая Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ой, кто забыл выключить плиту? Ой 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 Ой, Бода, это вулкан Толбачек Он извергался несколько лет назад, но лава была такая горячая, что на ней до сих пор можно яичницу жарить. Яичницу жарить прямо на камнях? Их, здорово! Надо запомнить это место. О! Ух ты! Еще какое ух ты! Итак, дети, сегодня я показал вам удивительный край – Камчатку. На Камчатке есть много вулканов. Стой, Бода, здесь ошибка. Вот, это вулкан. Горячих источников. Опять ошибка, вот горячий источник. На Камчатке есть много гейзеров. Нет, Бода, опять ошибка. Гейзер – это тоже горячий источник, но иногда он бьет фонтаном. Да, хорошо на камчатских драконах, то есть вулканах, то есть на горячих источниках. Дети, сегодня я покажу вам чудо природы. Ух ты, а какое? А вот вы сами и выбирайте, какое. Замечательно, отправляемся к этим чудесным пенечкам. Это столбы выветривания на горе Малин Папунер. И они очень далеко. Нужно лететь на самолете, потом ехать на машине. Ничего, как-нибудь дотопаю. Вода, что случилось? Топ-топливо закончилось. Чудо природы, чудо природы, чудес не бывает. Вода, ты же почти пришел. Вот они, столбы выветривания. О, чудовище! Вода, это просто камни. Нет, смотрите, это привидение. А вот индеец. А вот женщина с подушками. А вон вообще, эй, старушка пирожок ест. Слышите, они с морфиками разговаривают. А-а-а-а-а-а. Вампу-мампу-чечук. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, столбы не живые. Сам потрогай. Дети, перед вами гигантские скульптуры, сделанные великанами. Великаны тут ни при чем. Раньше здесь были горы, но ветер и вода их разрушили, и остались только столбы. Это происходило на протяжении двухсот миллионов лет. Ой, дети, не отвлекайтесь. Нам надо срочно тут все измерить. Один, два, три, четыре, сто девяносто пять. Сто девяносто шесть. Ничего себе. Высота сто девяносто семь бодов-бородов. Самый высокий столб сорок два метра. Это как четырнадцатиэтажный дом. А я о чем? Это же дома древних людей. Просто они за воду платить забывали, и дома немного окаменели. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а где лифт? Ха-ха-ха. Бода, это не дома, и лифта там нет. А как я тогда наверх заберусь, чтобы флажок моткнуть? Ты что, на них нельзя забираться, столбы от этого разрушаются. А еще нельзя, потому что для народов мантии это святыня. Мань-папунер на их языке означает «малая гора идолов». Ух ты, хе-хе, идолы. Тогда мы сейчас своего идола сделаем. Вот, дети, вернемся сюда через двести миллионов лет. А у нас уже собственный столб с флажком выветрился. Хе-хе, чудо природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова